Так, меня видно, я думаю, да? Так, пару минуточек, пока мы все подключимся, поздороваемся друг с другом. Это занимает у нас много, не много, но это занимает время, нужно только терпение. Так, подождём, пока все подключатся, всем привет! Шалом, Рут, Ушаков, всем привет! Алло у нас, шалом! Всем добрый вечер, рада быть в эфире. Мы пару минуточек ещё подождём, секундочек даже подождём, пока ещё народ подключится. Альбина, добрый вечер! Шалом, шалом! О, мы весной будем в Америке, Рут, мы летим с группой здесь. Всем шалом! Итак, Дима, шалом из Москвы, шалом! А я ваш Доди в Израиле, всем шалом! И хорошо, давайте тогда мы немножко начнём уже, потому что обычно наше приветствие длится минуты две. А я не хочу тратить наше с вами драгоценное время. Саша, шалом из Ужгорода, шалом! О, Украина! Украина! Хорошо, так, всем хорошего вечера, всем привет! Очень-очень рада, что вы нашли время уделить мне и нашему эфиру. Я, Рут Ушуков, я живу сейчас в Аждоде, а вообще я с Одессы, с Украины. А сейчас мы в Аждоде, Израиль. Итак, сегодня мы с вами вспомним одну очень интересную историю. Однажды один раввин подошёл к Рэбе, ой, Самарканд, извините, я сейчас как раз читаю книгу «Самарканд», уже на 117-й странице, между прочим, про хасидизм, хасидское подполье в Самарканде, как оно там развивалось. Так вот, про нашу историю. Итак, однажды один раввин обратился к Рэбе с тем, что его пригласили в Буффало для того, чтобы выступить там перед священниками, в общем, перед католиками, да. И для него это было как-то странно и чуждо. Я, раввин, буду выступать перед, ну, как бы, идолопоклонниками, да, перед какими-то, ну, в общем, людьми, которые меня не понимают, да, которые не разделяют со мной мою точку зрения. Вот. И, значит, он очень переживал и, ну, спросил у Рэба, что ему делать. И тогда Рэба помог написать ему выступление, и в конце он сказал, обязательно закончи историей про Йоселе Камцан-Кадош, да, Йоселе Святой Жадина. Он для чего-то сказал, чтобы он рассказал эту историю. Итак, наш раввин едет на съезд этих всех священников, всех католиков, раввин, шалом, я эль. И, вот, и, в общем, он едет на съезд этих всех священников, католиков, и, конечно, чувствует себя необычно, ну, как бы, странно, да, они в своей тарелке выступают перед ними, и все, вау, молодец. И в конце он говорит, но еще я хочу вам рассказать одну историю. И, значит, рассказывает он им следующую историю. Слушайте внимательно. Он рассказывает им, как в городе, как в Кракове жил один старый-старый, но очень богатый еврей, которого все называли Йоселе Камцан, Йоселе Жадина, почему, или Йоселе Скряга. Почему его так называли? Потому что, когда к нему стучали и просили денег на постройку синагоги, на постройку миквы, да, на еду перед Шабатом, то перед человеком просто вот так денег нет, и захлопывалась дверь. Он никому никогда не давал. Когда он ходил в него, дети могли кинуть камень и сказать, это этот Жадина, этот этот Скряга, что нам денег не дает. Вот, в общем, даже не хочется представлять себя в роли этого богатого, но в то же время всеми нелюбимого мужчины, да. И так все его называли, в общем, понятно, все уже про него забыли, никто к нему не ходил. И так время шло-шло-шло, и этот пожилой человек, он умер. Вот, и там, а как его хоронить, а где его хоронить, а все на него так обижены. В общем, это похоронное бюро решило, что, а как мы его за деньги, он же не заплатил, а как это, значит, мы у него полуимущество заберем. В общем, похоронили его день не попадя, и написали на могилке Йоселе Камцан, Йоселе Скряга, Йоселе, да, Жадина. Так и написали на его могиле, да, что даже там они достали до него. Вот, и, значит, похоронили его уже все, проходит время, наступает пятница, да, полдня до шабата. И, значит, в дверь к главному раввину Кракову стучат, он открывает, да. Здравствуйте, нам перед шабатом очень не хватает денег на вино, на еду, пожалуйста, помогите нам. Ну, хорошо, раввин помог, опять дверь стучат, что такое, открывает опять другие люди, да. Ой, помогите, пожалуйста, не хватает на еду, что такое. В общем, так семь раз к нему приходили люди, он давал, а потом, ну, нет денег у раввина. Он не может понять, в чем дело, смотрит, а просто много людей ходит и реально просит у всех денег, потому что у них нет денег сделать шабат. Он в шоке, не может понять, что происходит. Говорит, последний, кто к нему стучит, он говорит, а ну иди сюда, а раньше, где ты брал еду? Он говорит, ну, я приходил в лавку, там мне давали, а сейчас, типа, не дают. Он, в общем, не знает, не знает, не знает он, что делать. И, в общем, решил он пойти в эту лавку и узнать у этого продавца, что происходит. Почему полгорода приходит к раввину за помощью, что вдруг у людей нечего кушать, да? Он приходит в эту лавку, а тот говорит, ну, да, раньше я отдавал еду, всем помогал. Он такой, а сейчас чего нет? Ну, потому что за эту еду раньше платил наш скряга. Он такой, какой скряга? А почему я ничего не знал? Он говорит, да, вот этот пожилой, он на протяжении сорока лет помогал всем еврейским семьям, у кого не хватало денег на еду. На протяжении сорока лет, сорока. Вот, и он мне сказал, что если я хоть кому-то расскажу, то он перестанет это делать. И поэтому я был вынужден молчать. Йо, а что теперь сделать? А как стыдно. В общем, в следующий день объявили днем поста, все постились, потому что стыдно, они, ну, портили, не то что портили, а обижали этого, да, еселе камцана, еселе скрягу, всем шалом. В общем, решили сделать день поста, и не знали, как перед ним извиниться, да, в общем, решили на его могиле написать. У него было написано, помните, у него было написано еселе камцан, еселе жадина, еселе скряга, и они написали слово кадош, святой жадина, да. И на этом заканчивается история, и мы помним, что эту историю рассказывал раввин перед священниками, да, перед католиками, в общем, на съезде их всех. И, в общем, он заканчивает, все ему хлопают, и вдруг один такой молодой католик подходит к нему и говорит, скажите, пожалуйста, а вы можете мне повторить эту историю? Он тут такой, ну, хорошо, да, окей, давайте, только у меня мало времени, я вам быстро повторю, ну, ладно. Стоит там три минуты и повторяет ему эту историю про еселе камцанка дождь, да, повторяет, 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 и мужчина, ну, и все, говорит ему, ну, все, я рассказала. И тот такой, а можете мне еще рассказать? Тот вообще на него вот так вот смотрит, говорит, извините, у меня нет времени, давайте, вот вы подойдете там через три часа ко мне в отель, и я вам там расскажу, все. Хорошо, в общем, ровно через три часа стук в дверь, заходит этот молодой, молодой, да, католик и говорит, расскажите мне эту историю. Тот говорит, скажите, у вас какие-то проблемы с восприятием, я же вам уже только что рассказала эту историю, что не так? Он говорит, пожалуйста, расскажите еще раз эту историю, как зомби какой-то, но тот думает, ну, ладно, очень странно, если он просит, я расскажу. И начинает ему опять рассказывать эту историю про есела камцанка дождь, про нашего святого скрягу, да, про нашего святого жадину. Ну, рассказал ему историю, и тот начинает плакать, он говорит, почему ты плакаешь, ну, католик начинает плакать, и этот раввин ему, почему ты плачешь, что такое? И он говорит, моя мама, она переехала сюда в США из Польши, да, ну, и она была дочкой вот этого есела, о котором вы рассказываете, точнее, внучкой вот этого есела, о котором вы рассказываете, и это была наша такая семейная история, которую она затеряла, потому что вышла замуж за ярого-ярого католика, и понятно, что с ним ее еврейство потерялось, но перед смертью она мне успела рассказать историю моего прадедушки, да, вот эту, которую вы сейчас рассказываете, она мне успела передать и сказать, что я еврей, и поэтому, когда вы рассказываете сейчас эту историю при всех, а это история моей семьи, моего прадедушки, да, то я в шоке, и он говорит, расскажите еще раз эту историю, вот, и, в общем, когда Равин закончил этот съезд, он приехал к Рэбе, рассказал об этом, что он в шоке, как он там встретил, и рассказывается, что через 4 года, когда он был у Котеля, у стены плача в Иерусалиме, да, когда он там был, то вдруг кто-то ему стучит по плечу, Рэбе, вы помните меня, он такой, что, что, нет, нет, ну это же я, это же я, вот этот католик, а перед ним стоит человек в кипе, с пейсами, немножко, немножко щетина начала отрастать, да, с цицитом, в общем, религиозный еврей, еврей, вот на месте того католика стоит этот религиозный еврей, и тот вообще в шоке, он говорит, а что с тобой стало, он говорит, ну как, после того, как я прослушал вашу историю, я себе принял, что мне нужно менять свою жизнь, я не просто так это сделал, да, я не просто так услышал эту историю, я понял, что мне нужно что-то делать, что мне нужно что-то менять, и вот я сейчас стою здесь, и вы знаете, я эту историю, я не знаю, почему мне захотелось ее совместить с нашей недельной главой, наша недельная глава Бо, да, это история, как мы с вами выходили из Египта, и это мы не тогда только вышли, это понятно, мы каждый день боремся с какими-то нашими рабствами, да, с нашими привычками, да, но и это тоже продолжается каждый день, и каждый день, и даже сейчас, и мы живем в ногу со временем, да, мы живем с этой же недельной главой, но что мы берем с нашего выхода из Египта, как мы можем наш выход из Египта использовать, как этот католик, который вообще перевернул свою жизнь и стал на правильный путь, а что мы можем взять для себя? Я не говорю, чтобы мы сейчас сразу все стали соблюдать шаббат, стали зажигать свечи, хотя это минимум, да, зажигать свечи, я не говорю прям начать, но хотя бы начать делать какие-то хорошие поступки, да, стараться улучшить себя в каких-то человеческих качествах, стараться быть добрее, не знаю, стараться относиться лучше к своим близким, да, в каких-то даже мелочах, а как мы выходим со своего Египта? Не в нашей истории 2-3 тысячи лет назад, а сейчас, а что мы делаем для нашего Египта? А что я делаю сейчас, чтобы улучшить свои отношения в семье? А что я делаю сейчас, чтобы улучшить отношения по работе? А что я делаю для себя, чтобы улучшить себя? Да, подумайте, давайте мы подумаем, а что мы делаем? Что я делаю? Куда я иду? Я вышла из Египта, я выхожу, а как я это делаю? А что мне еще не хватает? Может, не хватает еще 2 минуты, не знаю, какой-то учебы? Может, не хватает 5 минут выйти на улицу, пройтись вместо бега? Ну, что нам не хватает? В общем, давайте каждый реально будем выходить из нашего Египта, становиться лучше и, может быть, даже в чем-то убирать свое «я» и добавлять больше наших близких. И всем спасибо большое за эфир, я безумно каждому-каждому благодарна. Вот, а что мешает нам прислушаться? Что мешает нам сейчас взять на себя какое-то хорошее решение? Например, перед сном сказать Всевышнему спасибо за этот день, да? Или утром сказать спасибо, что я начинаю день, и с новыми силами. Да, это 100%. Вот, поэтому мы выходим из Египта, друзья. Всем спасибо большое за эфир, я вас всех обнимаю виртуально. Всем пока-пока!